приветствую друзья конечно я люблю искусство иначе бы я не рисовал конечно я люблю так называемую культуру потому что без культуры куда мы я очень люблю людей которые занимаются искусством которые говорят о культуре вот друг мой михаил казини которого я очень люблю и уважаю вот я смотрел видео с восторгом когда госдуме говорил о том что если значит мы бы но везде он говорит об этом это очень здорово что культуру надо поддержать образование надо поддержать исходя один процент туда добавить то сколько было бы улучшение жизни людей но я тоже хочу добавить к этому кое-что потому что сказать что культура это одно говорить о том что какие картины бывают великолепными или играть на фортепьяно это прекрасно ну давайте сделаем более глубокое проникновение объясним вообще что такое культур это же не просто сказка рыбаки и рыбки конечно все в госдоме читали эту сказку или другую сказку и мама нам рассказывала много сказок и папа нам рассказывал и вообще в жизни в истории на много сказок других рассказывали да и про иванушку дурачка и про то что пожелал и чудеса происходят там ленивый был ничего не делал потом слез с печи и все сделал много сказок разных и в каждой сказке смысл какой же самый глубокий смысл лежит в основании всех этих сказок все этих произведения искусства всех художественных произведений в литературе о чем там речь если убрать конкретности вот я вам скажу о чем там вот посмотрите вот скрипачка моя картина и вот здесь вот дорога вот здесь рука именно вот так а там вот так это космос космос да целом космос космос вокруг и внутри нас и музыка которая позволяет выразить этот бесконечность вот эту вот выразить и в стихах когда поэты читают свои стихи они в определенном ритме их пишут которые позволяют этот ритм это стихосложение это звукопись позволяет выразить смысл на совершенно другом как говорится уровне и многие любят до то что они не могут понять в научной статье может быть в стихотворной форме до него проникнет но много форм существует языков таких вот и визуальных и аудиальных и прочих для того чтобы что проникла человека для чего все это нужно картины культура сама по себе для чего нужно для чего все это нужно вот же в чем дело в основании всего этого лежит главное чувство бесценности живого чувство сопереживание чувство чужой боли чувство восторга когда ты смотришь на какую-то картину или слушаешь какого-то человека который этим горит который хочет донести до вас до всех и до меня и до себя в том числе как важно чтобы у человека была культура культура внешняя если культура внутренняя есть для студии которые вообще сами по себе настолько культурны самоорганизованы от своего рождения потому что в этой культуре у него лежит некий геном во всех предшествующих поколений он может быть очень культурным человеком даже если вы не учили какой вилкой брать или каким ножом резать правой рукой брать или нет за столом сервера есть внешняя культура есть внутренняя культура так вот эта культура она основана если глубоко в нее проникнуть если бы сказать в этой госдуме не только о сказках сказать еще о том что в основе этой культуры в этом образовании в этих произведениях лежит самое главное общечеловеческие ценности без которых человек жить не может человек по природе творец человек по природе не может заставь его не любите не сможешь я говорил заставь его не творить и не сможешь у меня есть новелла тоска по исполченной картине и там я в конце концов в конце своих размышлений говорю о том что культуры вот она что эта способность это бесценность живого и способность ценить это создавать новое не разрушая не разрушая себя и не разрушая вокруг прикоснуться к этой вечности к этому космосу который внутри нас на этом же и молитва построена на этом же все построено и музыка в ритмах и мы ходим нервничаем туда-сюда по комнате и снимаем напряжение потому что мы хотим соединяться с этим баланса внутренним как говорится с вечностью поэт это человек который говорит с вечностью так вот поэтому нам нужно создать науку о человечности потому что пока мы быть депутатом будем рассказывать или пока кому-то будем рассказывать как важно культура и образование не доводя до них что это такое на самом деле а только используя какие-то частности вот показывать как я свои картины или там показывать книги свои там или еще чего такое это не донести до человека самого главного что в основе всего этого лежит общечеловеческие ценности без которых жизнь невозможна потому что кто не созидает тот разрушает это очень важно поэтому нужно наука о человечности потому что это же и в религии лежит помоги ближнему помощь ближнему люби ближнему но это же там и лежит в основах в основах о чем я сейчас говорю так это базовые вещи и их нужно их нужно по критериям науке сформулировать поэтому я вас всех привлекаю я мишу козинника обнимаю дорогой мой подключайся к этой работе будем создавать вместе науку человечности тогда будет более понятно и депутатам и министрам и таксистам когда мы говорим о культуре что надо дать туда процентов больше на ее развитие на образование больше на ее развитие потому что мы же занимаемся человек это человека самое важное общечеловеческие ценности потому что он не может быть один сам по себе он живет сочи он живет в истории если у него не соединяется он с обществом с вечностью но если он болеет только себе только один и останется но это же внутри нас есть мы это инстинктивное чувство обнимаем миша всем друзьям школе всем участникам человека будущего желаем здоровья успехов и поэтому вместе создаем науку о человечности которая пока приписана религии искусству литературу